Окей, ну, теперь к ойшана раба, как делаем хибут аровысь. То есть, берем, покупаем пять аровод, раз, два, три, четыре, пять, лучше бы они были большие. Гидур, то есть, лучше выполнен запас, если они будут большие. Чем больше, тем лучше. Потому что, что такое аровод? На самом деле, в храме делали это все время, да? Да, эти аровод, их ставили на жертвенника, они были высотой 10 ама и свисали над жертвенником. Смотрите наш урок в трактате Сука на эту тему. Там подробно мы описываем, как гемора описывает, переводим все, что написано в геморе. И это обычай пророков. Теперь в память об этом обычае нам поснавили то же, что в седьмой день Суккота мы тоже берем арову отдельно, Иву отдельно, так вот ее завязываем. И в молитву, в конце молитвы Титкабааль, в конце, после того, как делаем уже, семь раз обходим с лулавом и говорим все молитвы Бе Ошанараба. Мы берем, откладываем лулав в сторону во время Кадиша Титкабааль, да? Кадишка, принимаются наши молитвы, просьба. Берем и начинаем трясти. Вот так вот, точно так же, как лулава. Раз-два-три, 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 да? После этого, после Кадиша, есть там такая фраза, Коль ми васер ми васер ви умер, и мы бьем этим ароводом так вот, да? Так, чтобы обязательно отлетели листья. Есть для этого много разных объяснений, что это движение, это как бы оно уменьшает, услащает страшные суды, которые могут, наверное, произойти. Так написано. Но я всегда для себя такое объяснение говорю, что написано, что будут хевлей-машех, да? Будут муки прихода-машеха. Арова, она является символом простых евреев, у которых нет ни торы, ни заповедей, добрых дел. То есть, такие люди, у которых нет ни вкуса, ни заповедей, ни запаха. То есть, по идее, все хевлей-машех страдания в эпохе-машеха, они предназначены для того, чтобы их привести ко Всевышнему. И то, что мы как бы их символически вот так вот уже побили, это услащает страшные суды, которые могли бы быть. То есть, это делает исправление, что даже-даже-даже простые евреи заслужат приход машеха. Ведь что такое? Это голос сообщает о хорошем известии о приходе машеха. Так вот, мы говорим, что мы уже побили символическую иву, и мы говорим, что евреи простые не должны получать никаких мучений прихода машеха. Мы хотим, чтобы машех пришел так, чтобы все были ему рады. Такое объяснение для себя как бы как-то выработало, но мне очень нравится. Может быть, кто-то возразит. Ну, можно сделать это в комментариях. Большое спасибо. Хаг Самех и Питка Тава. До свидания.